Начиная с середины XVII века, более 130 лет Украина существовала как казацко-гетманское государство. После поражения казацкого восстания под предводительством Гетмана Ивана Мазепы в 1709 году Российская империя взяла курс на ликвидацию казацкой автономии. Сначала было отменено гетманство, затем разрушена Запорожская сечь, ликвидировано казацкое устройство и закрепощены украинские крестьяне. Но дух свободы и независимости надолго остался в памяти последующих поколений украинцев. Лучшие из них посвятили себя формированию национального образа украинского народа, пробуждению патриотических чувств, осознанию своих исторических корней. С конца XVIII века под влиянием европейского романтизма и французской революции, которая отменила королевскую власть и провозгласила нацию объединением свободных граждан и источником государственной суверенности, на украинских землях получила развитие украинское национальное движение. В ответ на деспотическую реакцию российского царизма, главными его признаками были национально-культурное возрождение и становление украинской нации. Украинский рух характеризовался певными вымерами. Украинское движение характеризовалось широким спектром участия в этом движении различных слоев украинского общества. Украинская аристократическая прослойка дала толчок и украинскому литературному процессу, и различным проявлениям общественной деятельности, на конец целого ряда структур различных организаций. Среди этого социума жили исторические традиции и намерение, стремление восстановить гетманство. Потомком известного украинского рода был Василий Капнист, прошлым офицер, а затем писатель, автор известной оды на рабство. Он в конце 18 века уехал в Пруссию навстречу с тамошним королем. Среди других вопросов он внес предложение об активной поддержке восстановления на территории Украины независимому государству в случае войны Пруссии с Россией. Василий Капнист выезжает в Пруссию. С какой целью? Выезжает он не сам по себе, а как представитель, можно сказать, Новгород-Северской группы диссидентов, недовольных, настроенных оппозиционно, прежде всего, казацко-старшинского слоя. Звычайно, на сам порядок казацко-старшинское верство. Главной их задачей было избавиться от царского российского господства в Украине. Прусский монарх видел будущее своей империи лишь в тесных связях с Россией. Фактически Капнисту пришлось вернуться ни с чем. Последняя надежда казацкой старшины на внешнюю помощь в освобождении Украины оказалась бесплодной. Но этот факт свидетельствует о том, что в Украине было много людей, которые думали о вооруженной борьбе с Россией. В противоположность реакции российского правительства, в украинском обществе постоянно витала мысль о вольности и распространялись оппозиционные настроения, которые способствовали созданию в 20-х годах XIX века тайных обществ. Малороссийское тайное общество, которое было основано руководителем Переяславского уездного дворянства Василием Лукашевичем в 1821 году, ставило цель добыть независимость Украины. У него были тесные связи с обществом объединенных славян. Эта тайная революционная организация действовала в Новограде-Волынском. Она объединяла офицеров частей, которые были расположены на Волыне и Киевщине. Основной задачей общества объединенных славян было освобождение народов от чужой власти, ликвидация монархического строя и создание Федеративного союза славянских республик. Позже эти организации объединились с Южным обществом декабристов. Возглавлял его герой Бородинской битвы 1812 года 25-летний подполковник Сергей Муравьев-апостол. В состав общества входили еще два его брата – Матвей и Ипполит. Все они были потомками древнего украинского казацкого рода. Выступали за свободу народов в составе Российской империи и категорически не воспринимали проект Конституции Павла Пестеля, в которой ни один народ не имел права на самоопределение. Расквартированные в Василькове братья Муравьевы, которые представляли Южное общество, были представителями Черниговского полка. Они являлись правнуками Гетмана Даниила Апостола и считали, что каждый народ, живущий в Российской империи, должен получить свои автономные права и должен развивать эти автономные права. Северное общество, возглавляемое Павлом Пестелем, оно стояло на том принципе, что Россия должна быть единой республикой без царя, но с очень жестокой тиранией, жестоким якобинским способом правления. И, собственно, Павел Пестель считал, что никаких народов не может быть. Есть один народ и не может быть никаких других поблажек для сепаратистских движений, национальных движений. В этом плане программы Южного и Северного общества очень расходились. Позиция Сергея Муравьева Апостола была настолько убедительной, что другой российский декабрист Кондратий Рылеев воспринимал ее положительно. Кондратий Рылеев, один из декабристов, казненных в 1826 году, в своей поэме Войнаровский писал «Быть независимой державой давно Украине пора». Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге окончательно не завершилось 14 декабря, как это подавалось в советской историографии. Оно имело еще украинское продолжение. Братья Муравьевы Апостолы в Василькове под Киевом подняли восстание Черниговского полка и двинулись на Житомир, где тогда восстали расквартированные там полки. Но правительственные войска обуздали повстанцев. Сергей Муравьев Апостол был казнен в Санкт-Петербурге вместе с другими декабристами. По свидетельствам современников, царь Николай I предлагал Муравьеву помилование, поскольку был с ним хорошо знаком, но тот отказался. По решению трибунала несколько офицеров Черниговского полка были приговорены к пожизненной каторге. Более ста человек были подвергнуты телесным наказаниям, около 800 солдат и офицеров были переведены на Кавказ. Восстание было быстро подавлено, но оно вдохновило местное население на борьбу против крепостничества. Согласно документам в Уманском, Васильковском и Белоцерковском уездах Киевской губернии, еще два года продолжались крестьянские восстания, которые безжалостно пресекались. В начале 40-х годов XIX века с открытием университета Центром национально-освободительного движения стал Киев. В 1846 году здесь была создана тайная политическая организация «Кирилло-Мефодиевское братство». Кирилло-Мефодиевские братья писали и построили романтические проекции о мессианском предназначении украинского народа на территории Славянщины. Это были попытки организовать общеславянское единство, но организовать его не на принципах какой-то новой монархии, панславизма, а на принципах демократии с президентом и парламентом. Членами Кирилла-Мефодиевского братства стали воспитанники и сотрудники Киевского и Харьковского университетов. Ведущую роль среди них играли Василий Белозерский, Николай ГУЛАГ, Николай Костомаров, Пантелеймон Кулеш, Тарас Шевченко. Если смотреть на весь XIX век, то надо обратить внимание на Тараса Шевченко, который происходил из иного социума, чем аристократическая прослойка того времени. Шевченко дважды путешествовал по Украине. Видно, что Шевченко уделял чрезвычайно большое внимание контактам с украинским помещичьим слоем. Мы видим, что Шевченко везде, в тех барских усадьбах, желанный гость. И он там очень интенсивно контактирует с потомками казацкой старшины. И что там делает Шевченко, казалось бы? И вдруг он пишет и мертвым, и живым, и нерожденным землякам моим. И призывает, обнимите братья мои своего младшего брата. К кому обращается Шевченко? К украинским дворянам. И говорит, обнимите своего младшего брата. Кого это? Крестьянина. Шевченко, как никто другой, остро чувствовал. У него здесь не было компромиссов. Украина порабощена, и Украина должна быть освобождена. От кого? От российского ига. Значит, надо выступить единым фронтом. Выступить единым фронтом. Тарас Шевченко отдавал предпочтение национальным интересам, а не классовым. И американской демократии противопоставил деспотизм русского царизма. Об этом он написал в поэме «Юродивый». Шевченко пишет «Дождемся Вашингтона с новым и праведным законом». А дождемся таки когда-то. Откуда это у Шевченко? Вашингтон. А почему не французская революция? Не идея резать господ и укреплять народ? В Штатах украинская интеллигенция видела, что из Британии было перенесено на территорию Соединенных Штатов незыблемая и социальная сущность и характер взаимоотношений между элитой и простонародьем. И просто людям, так сказать. В это время зарождается так называемое громадовское движение. В Украине, если брать эту часть Российской империи, ведь Украина входила в ее состав, зарождаются первые громады, которые популяризируют украинское движение, украинскую культуру. Громадовцы поставили цель. Обучение широких народных масс на родном языке и одновременно изучали культуру, быт, традиции украинского села, которое стихийно сохраняло язык, веру, обычаи, традиционные формы семейной и общественной жизни. Эта стихия украинская, она была неотъемлемой составляющей быта, если взять украинское село. Вот мы говорим о русификации российским царизмом украинского общества. Русифицировался прежде всего город. Если мы возьмем село, село сохраняло свой патриархальный уклад. Крестьянин, он как слушал украинские песни с детства, так и продолжал слушать о том, как казаки сражались с ляхами, москалями, татарами и так далее и тому подобное. Все это было в памяти, все это было в исторических песнях, в думах, и все это хранил крестьянский социум. И всем этим пользовалась украинская интеллигенция, которая все это буйное творчество воспринимала органично, переосмысливала и издавала научные и всякого рода труды. Широкое распространение получили идеи члена Киевской громады, украинского историка, философа и общественного деятеля Михаила Драгоманова, который проповедовал социализм и утверждал, что украинская нация должна вернуться в семью культурных европейских народов, в которую она входила до конца XVII века. Михаил Драгоманов привнес в украинское освободительное движение идеи европейских мыслителей. Вторым источником является уже новейшее европейское течение, которое продвигает автономно-федералистскую идею. Идею произведений Прудона, других европейских мыслителей. И были взяты на вооружение и российскими, и украинскими общественно-политическими деятелями, в том числе и Драгомановым. Главная идея заключалась в том, чтобы демократизировать Россию, Российскую империю, то есть Российское государство. И демократизировав его, украинское движение может обрести решение своей национальной проблемы. В конце XIX века происходит политизация национально-освободительного движения. Первой политической организацией на этом этапе стало «Братство Тарасовцев», которое действовало в течение 1891-1993 годов. Члены объединения, известные писатели и ученые, ставили своей целью реализацию основных идей Тараса Шевченко «Достижение полной независимости украинского государства». Именно в это время на западноукраинских землях национальная идея выходит за пределы интеллигентной среды и проникает в широкие массы. Это стало благоприятной почвой для создания политических партий национально-политического направления. В 1890 году первой такой политической организацией стала Украинская радикальная партия во главе с известным писателем Иваном Франко. Но несмотря на разнообразие и пестроту, национальную самобытность и влияние всевозможных факторов, передовые патриотические силы Украины формировались и развивались в рамках общеевропейских политических процессов. Традиции украинского освободительного движения, заложенные в XIX веке, нашли свое продолжение в национально-освободительной борьбе в XX столетии. Субтитры создавал DimaTorzok